Привет всем, друзья! Сегодня в нашем обзоре, не побоюсь этого слова, крутая модель G-Shock с номером GST W110-1A. Как вы видите, упаковка у данных моделей из коллекции GST немножко другая. Она у нас типа под металл. Баночка у нас тоже немножко другого цвета. Но все так же ее открываем и находим наши часы. Если вы помните, то часы из серии GST славили своими размерами и наличием металлических частей в дизайне. Здесь немножко все по-другому, потому что здесь ремешок у нас из пластика. Корпус по-прежнему из металла, металлический безель, металлический корпус частично. Вот такая есть пластиковая прослойка и четыре металлических кнопки по бокам. Застежка тоже у нас из металла. Что касается циферблата, то здесь у нас как аналоговое, так и цифровое время присутствует общий циферблат и три графические области. На нижней у нас отчитываются секунды и присутствует индикатор заряда батареи. Справа у нас день недели, а слева у нас число и месяц, либо же дублирование времени в цифровом формате. Функционал у данной модели обычный. Здесь у нас присутствует мировое время. Пролистывание идет правыми клавишами. Дальше у нас идет секундомер, таймер и пять независимых будильников. Для предотвращения таких случаев, как у нас, когда стрелки у нас перекрывают ЖК-область, присутствует функция отвода стрелок. Для этого зажимаем и держим левую нижнюю клавишу. Ждем некоторое время и стрелки у нас отматываются в положение, где они не мешают считывать информацию с наших ЖК-дисплеев. В таком режиме у нас работают абсолютно все функции, но как видите, стрелки стоят именно в этом положении. Чтобы обратно их вернуть, зажимаем опять на левую нижнюю клавишу. Также у данной модели есть корректировка времени по радиосигналу. Чтобы посмотреть последний прием сигнала, один раз нажимаем на правую нижнюю клавишу. И здесь у нас отображается число и время, когда у нас был последний успешный прием. Чтобы заново провести радиосинхронизацию, зажимаем и держим ту же клавишу. Появляется у нас специальный индикатор и в таком положении часы нужно оставить на некоторое время. Как пишет в инструкции на подоконнике, индикатор 12 часов в направлении окна. Скажем так. Я ждать не буду. Если надо, попробуйте сами. Подсветка в линейке GST мне всегда нравилась. Она выбивает у нас вот таким ярким белым цветом. Подсвечивается у нас абсолютно все, в том числе и отдельно каждая ЖК-область. И различить любую информацию, как ЖК-области, так и с основного цифровата, трудностей никаких не составит. Когда я говорил про индикатор заряда батареи на нижней ЖК-области, я намекал на наличие солнечной батареи. А здесь она еще и с режимом сохранения энергии. Также данная моделька способна выдерживать погружение под воду. Здесь у нас 200-метровая водонепроницаемость. Как сидят часы на руке, давайте тоже вам покажу. Ремешок здесь жестковат, скажем так. Но я думаю, так и должно быть, потому что сам корпус, сами часы, они достаточно тяжелые. Но если бы здесь был такой хлюпенький ремешок, часы бы болтались на руке в разные стороны. Как вы видите, размер такой у них внушительный. Смотрятся они также внушительно и серьезно. Поэтому, если данная модель вам нравится, то покупайте ее у нас по лучшей цене. Все ссылки находятся в описании под видео. А если вам понравился сегодняшний обзор, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. До встречи!